Сигнал всем любителям зимней рыбалки и водителям снегоходов. В Пермском крае начали закрывать ледовые переправы. Так уже запрещено пересекать Сылву в Кунгурском районе. Остальные 11 закроют в первой половине апреля. Наступает опасное время, сообщает в МЧС. Лед с каждым днем становится все тоньше. Отпускаешь, закрой леда. Пешня, лунка и немного сноровки. Вот таким незатейливым способом любитель зимней рыбалки Борис Патрунов показывает, как измерить толщину льда на реке. В этом месте камаяна с полметра. Пока риски минимальны, но все меняется быстро. Уже сейчас лед не тот, что зимой. Лед становится уже рыхлый. Когда его пробуриваешь, он уже кажется рыхлый. Там получается вода между замерзанием и слоями. Лед на водоемах стремительно тает. Лед предупреждают и в МЧС. Но это не останавливает рыбаков. Вот и сегодня у Перми-Перва их немало. Некоторые смельчаки пробурили лунки у самой кромки воды. А там, по замерам спасателей, лед уже истончился до 7 сантиметров, что крайне опасно. В ближайшие дни обещают потепление. И он может ослабнуть еще примерно на четверть. Но авантюризма пермским рыболовам не занимать. При этом почти у каждого есть история про то, как однажды он провалился под лед. Причем в разное время года. Игорь Калашников, к примеру, попал в такую ситуацию в январе. Здесь прямо даже, вот на этом месте уходил. Скажите поподробнее, как это было? Видимо, промытое было, лед тонкий в этом месте. И все, как бы ушел. Так, по грудь ушел, выскочил быстренько. В МЧС призывают пермяков не рисковать и быть предельно осторожными при спуске на лед. Внимательно следить за запрещающими знаками на берегу. Можно нарваться и на штраф до 2000 рублей. Кроме того, в госинспекции по маломерным судам рассказали о других опасных явлениях на АКАМе, которые могут привести к ЧП. КамГЭС регулярно сбрасывает воды. У нас на Нижнем ВЕФе лед непостоянный, то есть по берегам. Естественно, сейчас, так скажем, с температурой плюсовой больше подмывает. И опасность обрыва льдин возрастает. Трагические события на льду происходят на реках Прикамья ежегодно. Так, в марте 2020-го в Качевском районе мужчина провалился под лед, а выбраться так и не смог. По словам пермских рыбаков, если теплая погода будет держаться и дальше, в ближайшие неделю-две они сами уйдут со льда. Инстинкт самосохранения никто не отменял. Олег Романов, Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.